Не для меня придёт весна, не для меня дунора зальётся. Там сердце девичье забоётся с восторгом чувств. Не для меня, там сердце девичье забоётся с восторгом чувств. Не для меня, а для меня кусок свинца. Он в тело белое вопьётся, и кровь горячая прольётся. Такая жизнь прождёт меня, и слёзы горькие польётся. Такая жизнь прождёт меня. Сегодняшняя реконструкция посвящена взятию Белгородского укрепрайона, добровольческой армии. Марковцы и Корниловцы брали с Белгорода, они зашли с двух сторон. Красные попали в клещ и были вынуждены оставить Белгородский укреплённый район. В конце июля Деникин сдал свою знаменитую московскую директиву, и Белая армия пошла к Москве. Был захвачен Курск, Орёл, но под Новосилием, к сожалению, Белая армия была остановлена. Для меня, к сожалению, это уже история. И всё закончилось Новороссийской катастрофой и потом уже Крымской укреплённой. Трёхлинейка была наиболее распространённым и у красных, и у белых вариантом вооружения. Она была разработана нашими оружейниками, Сергеем Ивановичем Носиным. Она создавалась и делалась настолько простой, чтобы была удобна для русского солдата. Да, безусловно, свои недостатки, то есть если, допустим, в неё попадает очень много песка, земли, то без очистки она дальше стрелять не будет. Но при должной сноровке всё это было возможно. Полевая пушка, ну, трёхдюймовая, применялась в полевых боях. Образца 17-го года она, ну, Первая мировая война, всё отслужила. И вплоть до Второй мировой войны она тоже дошла и стояла на вооружении. Эффективная была пушка. Коренной ФТ-17 по моделям это один из самых распространённых танков времён Первой мировой войны. Они участвовали в боях как с белой, так и с красной стороны. Это считались элитные части, бронемехчасти, и применялись они, в общем-то, крупно в прорывах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сложная операция, которая будет идти, возможно, даже не один час. И чаще всего такие раненые погибали из-за неразмерихи, отставания обозов. Очень часто госпиталя оставались без нужных инструментов, перевязочных материалов. И, соответственно, это очень сильно сказывалось на уровне помощи медицинской, которую могли получить солдаты на поле боя. Анархисты мы. Мы против всех. Любой власти. Мы за свободу. Мы за свободу. Гражданская война отлилась достаточно долго. Белые заходят, грабят. Красные заходят, грабят. У людей сложилось впечатление, что борьба против всех, она приносит больше пользы народу. Хотя, как история показывает, на самом деле, все это было, конечно же, по-другому. Гражданская война совершенно ужасная вещь, потому что отец шел на сына, обратно на брата. К сожалению, это правда, это так. И мужа люблю, и сына люблю. Да, муж за белых, сын за красных. Это бедные женщины, как они выносили все это. Это все половину войны гражданской на женских плечах. Заботиться о своих близких, о родных, ждать их с войны, переживать, волноваться, вернуться, не вернуться. Очень, конечно, это тяжело все это. В данном событии нет деления на проигравших и победителей. Здесь очень важно выделить урок исторический, который нам преподносит данное событие, что такие события не должны повторяться больше в нашей истории. Субтитры создавал DimaTorzok